Всем привет! Это новости телепроекта Дом 2 на 6 дней раньше эфира. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. Ольга Бузова начала запись своего альбома. Ведущей Дома 2 очень понравилось выступать на сцене. Бузова решила и дальше продолжать деятельность певицы, и она приступила к записи новой песни. Вскоре шоу-вумен обещает порадовать поклонников своим дебютным альбомом. У Маши Кахно ужасное настроение, и все из-за отношений с Дмитрием Лукиным. Девушка поделилась настроение лежать и забыть о проблемах. Подскажите, что мне делать, чтобы Дима меня уважал и относился как к девушке? Любил и ласкал? В то же время у Маши появилась новая лучшая подруга. Маша признается, как сильно любит Леру Фрост. Интересно, а как же Юлия Ефременкова? По поводу Валерии. В первый свой приход на проект девушка не смогла раскрыть себя в полной мере. Однако сейчас показывает зрителю со всех сторон. Несмотря на то, что Лера позиционирует себя как девушка из высшего общества, фанаты Дома 2 заметили, что она ходит в наряде, который очень похож на тот, который был в свое время у Элины Камерен, когда она еще была участницей шоу. Стоит отметить, что поклонники Дома 2 уже не первый раз замечают, что многие ребята донашивают чужие вещи, которые хозяева не забирают после ухода с проекта. Аналогичная ситуация могла случиться и с Лерой Фрост, взявшей тунику и Лины, чтобы не тратить деньги на летние вещи для острого любви. В связи с новыми правилами Дома 2 Вова Гаути поделился. Как же трудно не изливать свои мысли в интернет, когда столько всего происходит в жизни. К сожалению, по правилам проекта нам ничего рассказывать нельзя. Скажу одно, адски тяжело и предположения верны. Сейшелы либо убьют отношения, либо создадут гранитный союз. Хочется второго. Также Владимир сообщил о том, что на острове им находиться еще целых 48 дней, а уже хочется сбежать. Иван Заря подтвердил информацию. Шляться по комнатам после отбоя им запретили. Выдавать инфу на неделю раньше эфира тоже запретили. А то рейтинги стали падать. Вика Комиссарова снова бросила Антона в шоке и ушла к другому. Парень очень хочет ее вернуть обратно. На Антона в шоке накопали компромат. Телезритель написал в интернете. Его взяли из чувашского детдома в Америку. В возрасте 14 лет. Он очень хитрый парень. Наверное, жизнь заставила. Язык он учить не хотел. Хотел только устроиться с комфортом. Этот юноша был обвинен в США приемными родителями за сексуальное домогательство к их детям. Приемная семья еле избавилась от него. Он в Америке был по документам умственно неразвитым. Потом еще жил в трех семьях. От него были все в ужасе. Потом хотел рвануть в Россию. Но его вернули, потому что началось судебное разбирательство. На самом деле много темной информации о жизни Антона. Телезрители пишут, он просто взрослый, обнаглевший от внимания Смит и Пок. Александра Гозиас и Костя Иванов, отдохнув несколько дней в Берлине, уже завтра возвращаются на поляну. Всю неделю Валера Блюменкранц, Тата и Марина Тристановна решались семейные вопросы. Марина Тристановна всячески делала себя жертву, что подтвердил психолог Александр. И наговаривала в коллективе на Тату. Тата переживала и просила маму не тревожить ее нервную систему. И только долгие разговоры, ругань и психолог Александр отучили маму Таты от такого поведения. Татьяна Владимировна Африкантова распускает слухи о том, что Иван Барзиков до сих пор влюблен в ее дочь Марину. После чего со слов женщины позвонил Андрей Чуев и начал на нее сильно ругаться. Она положила трубку, так он прислал потом длинную СМС-ку. Мол, такая рассекая, ты че про Ваньку и Маринку говоришь? А что она сказала? Она сказала, когда увидела по телеку грустную Лизу Полыгалову, что Ванька Барзиков девок меняет и мучает, а любит до сих пор Марину. Он каждый день готовил для нее со всей душой. Делал ей клипы, глаза горели. Слово грубого не сказал. Татьяна Владимировна думает, что Барзиков любит Марину и потому угоняет всех девок. А Чуя в Дубае аж подкинула, позвонил мамане с претензиями. Зря он это сделал, женщина ведь сказала и забыла. А теперь специально будет каждый день повторять про Ваню и Марину. Кстати, Марина Африкантова в перископе сообщила о том, что они с Андреем не вернутся на Дом-2, не хотят. Спрашивают у нее, будет ли тройная свадьба на проекте. Не знаю, говорит, наверное будет. У нас свадьба будет летом, мы хотим жить в Дубае. Вот такие новости. На сегодня это все новости Дома-2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале. Ставьте лайк и оставляйте комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok